Ну, давайте, наверное, с самого начала начнем с 2020 года. Это когда все-таки мы получили в конце 2020, в начале 2021 года мы получили проект, который прошел главу госэкспертизу на строительство, на демонтаж как раз и строительство школы номер 7 в городе Уськут. Далее был трудный и тяжелый процесс, и сразу хотел бы поблагодарить губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева за то, что он подошел к этому вопросу очень серьезно и нашел спонсоров, которые выделили 618 миллионов рублей. Это «Газпром». Переговоры были длительные тоже у Игоря Ивановича, и все получилось. И в конечном итоге мы в том году подписали в декабре соглашение, договор именно с «Газпромом» о выделении вот этой суммы на демонтаж и строительство школы номер 7. И в данный момент разыгран контракт. Мы в новогодние праздники занимались как раз этим контрактом. 23 января мы должны были уже подрядчика вывезти, но, к сожалению, у нас на той неделе были как раз очень сильные морозы, 50-е с лишним градусов, что не позволило как раз именно вести работу. 26-го подписан контракт уже с подрядчиком, 26-го, вернее, даже передана уже площадка подрядчику. И с 31 января компания «Красноярская», выигравшая тендер, приступает как раз к демонтажу школы номер 7. Со школы сейчас вывезли все абсолютно. Ученики учатся в пятой школе и в детском саду. Ну и в детском доме, соответственно, у нас УВЗ-класс 9-й В, который это 15 человек, они как раз именно учатся в нашем детском доме. Это все рядом шаговой доступности. На данный момент сейчас на площадке находится бульдозер, экскаватор. И до 70 человек будет работников и еще дополнительная техника на подходе, которая будет задействована как раз на работы по демонтажу. Срок демонтажа до 12 апреля в графике. Далее, соответственно, мы параллельно будем разыгрывать тендер на строительство школы. То есть следующий подрядчик будет заходить уже на строительство школы. 16 января первые и четвертые классы обучаются на базе детского сада номер 63. С пятого по десятый класс ученики обучаются с 23 января на базе пятой школы. Осуществляется подвоз детей. Первоначально у нас было два автобуса. С понедельника, получается, с 30 января у нас уже будет осуществлять подвоз три автобуса по графику. Конечно, и родители, и ученики, и учителя об этом графике знают. Соответственно, есть у нас сопровождающие, которые сопровождают детей и в пятую школу, и обратно. Они, естественно, являются ответственными за жизнь и здоровье детей. Продолжение следует...